Воскресенье из Польши вернулась юношеская сборная России, занявшая третье место на турнире 18-летних, который Польский гонбольный союз провел в Русице и Прушкове. Победителем турнира стала сборная Белоруссии уже после двух игровых дней. Россияне уступили польской команде. В своей последней игре подопечные Виталия Иванова и Владислава Космодемьянского разгромили словаков и заняли третье место. Правый полусредний получил приз лучшего игрока турнира и его имя Максим Ермолин. Поездка в Польшу стала одним из этапов подготовки к первому официальному турниру для игроков 2002 года рождения. Чемпионату Европы, который пройдет в августе будущего года в славянском цели. А в Лабинском Олимпе в минувшие выходные играли в бадминтон. От имени главы муиспального образования Лабинский район Игоря Олеговича Чигаева поприветствовать на нашей лабинской земле. Я очень рада видеть вас веселыми, здоровыми, готовыми к бою. Сегодня название соревнований немножко, скажем так, идет в разрез. Обычно мы соревнуемся в честь ветерана спорта, в честь каких-то великих таких совершений. Сегодня вы слышите соревнования, у нас называется «Хвала рукам, что пахнет хлебом». Что это такое в моем понимании? Я смотрю на вас, вы, скажем так, понимаете. А вот для детей, когда они увидят эти соревнования, он ее слышит, что хлеб всему голова. И не важно, какую профессию вы в жизни выбрали, но заразившись единожды спортом, вы остаетесь спортсменом навсегда. Поэтому я желаю вам спортивного долголетия, здоровья вам, вашим семьям. Приезжайте к нам, соревнуйтесь и побеждайте. Вы всегда были, есть и будете победителями. В нашем городе вот уже в четвертый раз собираются любители такой прекрасной, красивой игры, как бадминтон. Отличительная черта этих соревнований, потому что здесь играют спортсмены тем, кому возраст от 35 лет и старше. Они разбиты на три возрастные группы. Первая возрастная группа – спортсмены от 35 до 49 лет. Вторая группа – от 50 до 59. И третья возрастная группа – это спортсмены тем, кому за 60 лет. Здесь хотелось бы отметить непосредственно ветерана, действительно, ветерана не только лишь самого бадминтона, но и кубанского бадминтона Михаила Аркадьевича Фогеля, которому уже за 70 лет он показывает искусство владения ракеткой и валаном. Этот турнир носит статус межрегионального. Почему? Потому что здесь собрались спортсмены из Краснодара, Ростова, Таганрога, Ставрополя, Железноводска, Кисловодска, Лавинска, Кущевска, Денской и других городов и районов. В течение двух дней спортсмены будут соревноваться в искусстве владения валаном и ракеткой. Обслуживая соревнования – это воспитанники детской и юношеской школы «Олимп», отделение «Бадминтон», которые прекрасно знают правила, и уже это не раз мы слышали слова благодарности от участников соревнований. Меня зовут Светлана Слюсарева, я приехала со станицы Каневской. Приезжаем сюда каждый год к вам на соревнования. Нам у вас очень нравится, очень теплый прием, все красиво, все здорово. Все нравится, я занимаюсь спортом уже шесть лет. Очень нравится, всех приглашаю. Пожалуйста, приходите, играйте. Это вид спорта, который для любого возраста подходит. Можно начать играть в любое время, в любом возрасте. Ну а сейчас о плане спортивно-массовых мероприятий Управления физкультуры и спорта Администрации муниципального образования Лобинский район. 4 ноября в 11 часов состоится турнир по футболу, посвященный Дню Единства среди юношей 2004-2006 годов рождения. Турнир пройдет в спорткомплексе «Олимп» на улице Лермонтова, 79. 6 ноября в 9 утра первенство Лобинского района по футболу среди мальчиков 2009-2010 годов рождения. Первенство пройдет на городском стадионе «Труд» по адресу улица Мира, 13-2. С 6 по 10 ноября в 10 утра пройдут личные квалификационные соревнования Лобинского района по шахматам под названием «Осенние каникулы». Адрес соревнований – улица Революционная, 198. С 7 ноября в 10.30 пройдет личное первенство Лобинского района по легкой атлетике, посвященное ветерану Великой Отечественной войны Павлу Федоровичу Бакаю. Соревнования пройдут на городском стадионе «Труд». С 7 по 9 ноября в 8 утра пройдет открытый турнир Лобинского района по боксу, он посвященный памяти тренера Хачатура Карапетовича Жамгаряна. Соревнования пройдут в спорткомплексе «Олимп» по улице Лермонтова, 79. 9 ноября в 14.00 первенство Лобинского района по кроссу «Золотая осень». Перенство пройдет в станице Владимирской на спортивной площадке. И 10 ноября в 9 утра первенство спортшколы игровых видов спорта по мини-футболу среди мальчиков 2008-2009 годов рождения. Перенство пройдет на стадионе «Труд». 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 Перенство пройдет на стадионе «Труд».